Что вам нужно иметь на первых порах для того, чтобы работать с чтением книг и изучением языка на основе этого? Первое, что вам нужно иметь, это, конечно же, книгу в любом удобном для вас виде. Если вы там условно читаете через телефон, читаете через телефон. Если вам нравятся всякие там электронки, читайте через электронки. Если вы хотите, распечатайте это дело там на бумаге. Я бы вам рекомендовал работать все-таки с бумагой, потому что с бумагой работать буквально проще, потому что с бумагой удобнее на бумаге делать пометки. Я сейчас вам буду рассказывать абсолютно на первый взгляд кажущиеся элементарными вещи, но наберитесь терпения, вы не пожалеете. Самое главное, что вам нужно, это тетрадь. Если вы не будете вести конспект, то эффективность вашего обучения будет очень сильно снижаться. Возможно, на первый взгляд вам покажется, что вы такой умный, прогрессивный и вообще со всех сторон нифига себе. Там типа с вейпом на гироскутере, с квадрокоптером и VR-очках, но для изучения языка это неэффективно. Если вы хотите эффективно учить язык, то вам нужен конспект. Вам нужна толстая тетрадка, в которой вам будет удобно писать. Настоятельно не рекомендую использовать тетрадки, у которых здесь по центру змейка, спиралька. Потому что, когда вы пишете, здесь вы можете писать, у вас переходит рука на следующую страницу, вы можете дописывать. А когда у вас здесь пружинка, то вам очень сильно больно, и вам приходится перепрыгивать, издеваться. И это очень портит экспириенс от процесса. Почему я говорил, что гораздо удобнее работать с бумагой? Потому что, смотри, я, например, когда иду по процессу изучения, я ставлю отметки, где я остановился. То есть я беру карандашик и делаю отметки. Таким образом я потихонечку-потихонечку продвигаюсь. А, и, кстати, обзаведись, конечно, ручкой, которая тебе удобна. Мне очень нравится лайнер, потому что им очень легко пользоваться. И также тонкие карандаши. Карандаш, стерка, ручка, я настоятельно рекомендую. Короче, любой текст, который вы видите у себя или перед собой, состоит из существительных, предлагательных глаголов, которые определенного рода склоняются между собой. Не важно, там артикли, местоимение и так далее. В этом во всем, помимо отдельных слов, которые взаимодействуют друг с другом, есть группы слов, которые работают как устойчивые конструкции, языковые, конструкции разного рода идеологемы, которые на первый взгляд кажутся абсолютной белибердой, когда там условно 3-4, 2 и больше слов стоят друг с другом. Но при этом они абсолютно нелогичные в тексте, по контексту не влетают. И вообще абсолютно непонятно, что человек имел в виду, потому что очевидно, что эти слова, стоящие друг с другом, совершенно абсолютно выбиваются из общего текста. И поэтому вы можете определить устойчивую конструкцию, идеологему или какую-нибудь языковую вот такую вот конструкцию. Я бы вам рекомендовал, собственно, вести конспект по уму, а не как я. Я, например, пишу обычными словами, допустим, без кавычек, просто если это условное какое-то слово, если это слово в кавычках, да, или несколько слов, то это условная идеологема. Как вы видите текст? Условно говоря, вы находите определенного рода текст, берете предложение и начинаете его разбирать. Дело в том, что на первых порах, как вы только начали читать книги, вам будет очень сложно отчленять, словно говоря, какие-то вещи, потому что не будут какие-то слова для вас новые или конструкции новые, которые вы банально не будете выкупать, как они склонены, какие там используются конструкции для изменения по временам или еще каким-то образом. Поэтому я на первых порах вам рекомендую работать с чатом GPT. Помимо чата GPT, я вам настоятельно рекомендую использовать ряд энциклопедий различного рода дикшенари. Я вам чуть позже о них расскажу. То есть, если мы говорим о чатах GPT, это OpenAI. Регистрация там абсолютно бесплатная, очень простая и очень легкая. Вы сможете с легкостью ей пользоваться. Также помимо чата GPT есть какие-то другие нейронки. Я им не пользуюсь, я о них не знаю. И, наверное, они также неплохи. Но я не пробовал, меня чат GPT устраивает. Он бесплатный, он удобный, есть приложение, и все, у меня по агарифу. Вот, тем более он умеет транскрибировать голос, и это очень здорово. А также, если у вас там платная версия, вы можете ему скармливать текст группой. Условно говоря, страницу. Раньше, на первых порах, я так и делал. То есть, я брал страницу и прям страницу вот так вот фотографировал. Либо скармливал чату GPT, либо через телефон, через камеру фотографировал, выделял текст, закидал чату GPT, писал ему абсолютно элементарный промпт. Вот, вы можете найти какой-то идеальный промпт для вас. Я хочу, чтобы ты выступал вроде профессионального переводчика, с испанского на русский. Я тебе буду скармливать текст определенный, ты должен его разбирать на, собственно, слова, на идеологемы, фразеологизмы, различного рода устойчивые конструкции. Если слова, которые ты находишь, были как-то изменены, например, по времени или по численности, склонялись каким-то образом, то, пожалуйста, напиши мне эти слова в переводе в реальном, как в тексте, а также это слово приведи мне в пример в исходном его значении, то есть нейтральном, единичном, да, или без склонений. И также приведи мне в пример его, собственно, перевод на русский, всегда переводи с испанского на русский, да. Если это идеологема, пожалуйста, выдели ее жирным цветом, жирным текстом и вынеси отдельно фразу, что она означает. Если у нее есть несколько значений, пожалуйста, приведи мне их всем. Вы берете либо часть предложения, либо предложение, либо всю страницу целиком, вы вам скармливаете чат и GPT, и чат GPT тебе выдает, по каким правилам оно было склонено, типа какие слова, и вы потихонечку набиваете вокабуляр, вы потихонечку набиваете устойчивые конструкции. Безусловно, если вы пришли к тому, чтобы читать книги, для того, чтобы на основании их изучать язык, то, конечно же, вы уже изучили какую-то базу, то есть у вас есть уже какие-то базовые знания, после которых, спустя которые, вы решили их привести в порядок. Поэтому я думаю, что у вас каких-то проблем не будет базовых, так что будете изучать.